Сейчас, секунду, я должен открыть свою… Нет проблем, нет проблем. Я выключу себя звук. Так, вот, все, я готов. Так, все, я готов. Алло, можно говорить? Да, я, смотри, я выключил себя все, я в машине. Да, ты можешь начинать, когда тебе… Так, добрый вечер, уважаемые слушатели. Сейчас я включаю просмотр экрана. Мы вот здесь. Значит, очень интересный раздел у нас сегодня в паре с предыдущим, да? Ки-Т-Ц, ки-Т-А-ВО. Значит, ки-Т-Ц – это когда выйдешь, а ки-Т-А-ВО – когда войдешь. Вот у нас сегодня раздел «Когда войдешь». И заповеди, которые в этом разделе нам предписываются, они, собственно, и позволили Рамбаму в свое время сказать, что исполнение заповедей вне страны Израиля – это вещь такая достаточно факультативная, что на самом деле все заповеди мы должны выполнять в стране Израиля. А почему мы выполняем заповеди какие-то, некоторые, за пределами страны Израиля? По одной простой причине – чтобы не разучиться делать это, когда мы придем в свою страну. Итак, дворим ки-Т-А-ВО, 26-й перег, 1-е, 11 пасуков у меня здесь. «И будет, когда придешь в страну, которую Ашем-Лагим твой дает тебе наделом, и наследуешь ее, и поселишься в ней». Значит, три, даже по сути четыре, четыре эпитета, связанных с приходом в свою страну. Итак, «И будет, когда ты придешь в страну», да, «когда придешь», ки-Т-А-ВО. Это не простая страна, а не произвольная страна, а не просто удобная земля для поселения, а это именно та страна, которую Ашем-Лагим твой дает тебе наделом. Между прочим, опираясь на эту фразу, российская делегация на Всемирном сионистском конгрессе в 1902 году категорически отвергла план Уганда. Значит, был такой сионистский план Уганда – делать еврейское государство в Уганде. Бельгия, она это готова была предоставить, но российская делегация сказала однозначно. «Простите, в Торе написано, что мы должны прийти не просто в какую-то страну, а в ту, которую Ашем-Лагим твой дает тебе наделом». Следующий эпитет – «И наследуешь ее, и поселишься в ней». Значит, это не тавтология и не повторение двух фраз, двух одинаковых параллельных эпитетов. «Наследуешь», глагол «наследовать» употребляется в Торе в смысле нечто было в пользовании у одного, а потом стало в пользовании у другого. И самое ближайшее к этому разделу использование этого эпитета – это история с царем Огом, царем Эмории и царем Сихоном, царем Башана. Значит, после завоевания земель Ога и Сихона эти земли наследовал Израиль. То есть, значит, ты придешь в свою страну и наследуешь ее, то есть завоюешь у тех народов, семь кнаанских народов, которые здесь проживают. Вот о чем идет речь. И тогда, когда ты прогонишь кнаанейцев, точнее, когда ты лишишь их их национальных символов, одиночки могут оставаться, Бога ради, но никаких двух стран для двух народов или восьми стран для восьми народов нет и быть не может. Ты наследуешь страну у тех, кто в ней обитал. И только тогда, при условии выполнения этих трех предыдущих заповедей, ты поселишься в ней. И дальше, собственно, начинается описание заповеди Бекурим. «И возьмешь ты из начатков всякого плода земли, который принесешь из страны твоей, которую Ашем-Илугим твой дает тебе, и положишь в корзину, и пойдешь к месту, которое изберет Ашем-Илугим твой установить имя свое там». «Ну, фраза достаточно странная. Что такое? Я должен что-то сделать? Нет? Все хорошо? Так, значит, фраза достаточно странная. Если у тебя есть права, ты можешь всех заткнуть. У меня никаких прав нет. Могу попробовать заткнуть. У тебя есть кофост, но это я, кстати, не могу. Сейчас, секунду, я где-нибудь остановлюсь и сделаю. Нет, я сделаю сейчас. Кого там? Хорошо. Юрий. Нет, сейчас все заткнулись уже. Все заткнулись, да, все хорошо и тихо. Значит, во-первых, странный оборот. И возьмешь из начатка всякого плода земли, который принесешь из страны твоей. Простите, я уже пришел в страну, завоевал ее и поселился в ней. Откуда еще я могу принести плод земли, как не из страны твоей? Ну, наши мудрецы поясняют, что речь идет о плодах собственного урожая. То есть заповедь Бекурим – это не сбор налогов, так сказать. Я где-то что-то, допустим, велено мне принести жертву в храм, да, овечку там или пар голубей. Я вовсе не обязан приносить овечку из своего стада. Я могу купить овечку на рынке, да, и принести ее в храм. Это нормально. А вот заповедь Бекурим я могу принести только из того урожая, который я сам вырастил. Это важно. Второе. Здесь сказанное – и возьмешь из начатка всякого плода земли. Наша устная традиция говорит о том, что заповедь Бекурим приносят не из всякого плода земли, а только из тех семи видов плодов, которыми славится земля Израиля. И Тора эти семь видов перечисляет даже дважды. Что это такое? Это пшеница, ячмень, оливки, виноград, гранаты, финики и инжир. Вот семь плодов земли Израиля, которые я должен приносить. Но здесь есть некоторое различие. Ячмень и пшеницу не приносят индивидуально. Их приносят коллективно. Ячмень – это возношение первого снопа новой жатвы, возношение амера, которое делается на второй день празднования Песоха. Пшеница – это принесение в храм первых хлебов нового урожая. Это делается на праздник Шавуот. И вот это вот приношение ячменя и пшеницы делается коллективно от имени всего народа. Про пшеницочные хлеба сказано от всех поселений ваших. Почему это так, мы сейчас чуть позже разберем. И возьмешь из начатка всякого плода земли. То есть два вида коллективных и пять видов индивидуально. Как приносится индивидуально бекури? Значит, если у меня есть, соответственно, виноградник, финиковая роща, инжирное дерево, гранатовое дерево и так далее. Что я делаю? Я смотрю на те плоды, которые завязались самыми первыми. И, как сказано в устной традиции, я должен повязать ленточку, какую-то ниточку, вот отметить первые завязавшиеся плоды. Конечно, не срывать их. Вот они только завязались, я их пометил, и дальше я жду до их полной зрелости, и тогда я их срываю. На что это намекает? Это намекает нам на первую жертву, которую принес Эвель Всевышний. Эвель, как мы помним, был пастухом овец, и он принес жертву из первенцев и из жирных. Да, вот первенцы – это наиболее хорошие, крепкие, красивые овцы. И в данном случае первенцы – это наиболее качественные плоды, которые имели достаточно времени для созревания. Теперь второй вопрос. Сказано, и возьмешь из начатка всякого плода земли. А сколько брать из начатка? Значит, во всех других ситуациях принесение жертв даны, как правило, не всегда, но, как правило, даны какие-то указания. Или, значит, принеси двух барашков, или принеси пару голубей, или принеси десятую часть твоего урожая. Но в данном случае надо принести плод из начатка. Говорят, что этого плода должно быть примерно одна шестидесятая часть. Вот этот вот принцип одна шестидесятая на самом деле очень важный. Мы его сейчас обсудим. Но здесь есть еще одно пояснение. А вот предположим, что на, скажем, гранатовом дереве завязался первый гранат, мы его пометили, он зреет, созрел, а других гранатов вообще нет. Птицы склевали. Еще что-то произошло. Что делать? В этой ситуации приносится в Бекурим вот этот созревший гранат. Хотя он, по сути дела, будет составлять 100% от урожая гранатов. То есть это не мешает ему быть принесенным в Бекурим. Значит, теперь проблема одной шестидесятой части. Разговор здесь вот какой. Шестидесят, если смотреть на численное значение букв еврейского алфавита, то буква «самых» имеет значение шестьдесят. Что такое «самых»? «Самых» – это колечко такое, да, кружок. И «самых» на самом деле символизирует вот эту вот замкнутость, вот это непрерывное движение по кругу. Смотрите, когда мы пришли в страну, которую Ашем Илугим дает тебе на делом, и когда мы поселились в ней, и, как сказано в Торе, и когда ты уже укрепишься, и будут у тебя всякие насаждения, и стада умножатся, и разжиреет Ишурун, и начнет бракаться. Вот когда человек начинает жить, смотрите, пока мы шли по пустыне, мы шли к какой-то далекой цели. Все менялось, возникали какие-то новые ситуации. А вот теперь мы живем оседло, живем на одном месте, и все движется по кругу. Посев жатва, сезон дождей, сезон росы, и все вот так вот идет по кругу, по кругу, по кругу. В этой ситуации человек может потерять смысл своего существования, забыть о той цели, ради которой мы, собственно, пришли в свою страну. И вот мы забираем одну шестидесятую, мы забираем маленький кусочек вот этого колечка, но колечко, из которого вынули самый маленький кусочек, это уже не колечко. Это уже линия, которая, ну, математики скажут, что такая неполная окружность изоморфна, то есть тождественно прямому отрезку. То есть той линии, на которой можно отметить начало и можно отметить цель движения. И вот эта выемка одной шестидесятой в нашем непрерывном движении по циклам года, она и символизирует, что мы не забываем цель своего движения. Теперь мы, да, и еще. Я уже сказал, что бекурим от ячменя и пшеницы приносят коллективно. А со всеми остальными бекурим ситуация еще более интересная. Поскольку речь идет о созревших первых плодах, из складов с холодильниками, наполненных азотом для хранения фруктов там в течение долгого времени, тогда еще не изобрели, то бекурим приносили в храм в разное время. Значит, и если смотреть по году, да, то вот в Песах на второй день принесли ячмень, в Шивот принесли пшеницу. Где-то в месяце Илуль начался сбор винограда, значит, принесли первенки винограда в храм. Потом осенью, значит, после винограда пошли гранаты, потом пошел инжир и финики, и, наконец, последним приносят бекурим из оливок. Причем из оливок его традиционно приносили в виде оливкового масла. Оливкового масла от первого отжима нового урожая. Ну и легко догадаться, что время принесения бекурим из оливкового масла, это была, разумеется, ханука, да. Вот праздник масляных светильников в храме, значит, тогда приносили бекурим из оливок. Мало того, если для всех праздников и для всех жертв, скажем, для большинства жертв были некоторые календарные сроки. Вот в Роша Шана надо принести такие жертвы, в Сухот такие и так далее, и так далее. То жертвы бекурим, опять-таки, поскольку это созревание первенок плодов, то из каждого места Израиль при всей невеликой своей географической территории, тем не менее, имеет очень разные природные зоны. И бекурим из Северной Галилеи и бекурим из Негива, очевидно, будут приноситься в разное время. Поэтому, так сказать, вот это вот принесение бекурим, оно растягивалось на очень длительный срок. Ну и в порядке лирического отступления обычно это делалось следующим образом. Жители какого-то конкретного места собирали бекурим и такой, значит, веселой колонной, празднично одетой, с красиво украшенными корзинками, наполненными вот этими первыми плодами, отправлялись в Ярусалим. Колонну сопровождали музыканты, весело играли такие соответствующие мелодии. И когда эта колонна входила в Ярусалим, то местные жители приветствовали их, благословляли входящих, и они поднимались на храмовую гору, значит, к месту, который изберет Ашема Логим Твой. Соответственно, для жителей Ярусалима празднование длилось, ну, полгода в году в непрерывном режиме. Значит, и придешь к Коэну, который будет в дни тех, и скажешь ему, рассказал я сегодня Ашема Логим Твоему, что пришел я в страну, которую поклялся Ашем, отцам нашим дать нам. Значит, ну, первый момент, что придешь к Коэну и скажешь ему, что рассказал я сегодня Ашем Логим Твоему. Ну, на самом деле, мудрецы объясняют эту фразу так. Коэн просто по роду своей деятельности, он приближен к Ашем, поэтому Ашем Логим Твоему. На самом деле, понятно, что Ашем у нас всеобщий. И вот эту вот корзинку надо отдать Коэну и возьмет Коэн корзину из руки Твоей и положит ее перед жертвенником Ашем Логим Твоего. То есть вот в этот момент Ашем Логим уже для каждого. Да, он уже не Коэнский, он Ашем Логим Твоего. Значит, на самом деле, все плоды Бекурим не приносятся на жертвенники в жертву. Значит, из всех видов плодов на жертвенники оказывается часть вот этого снопа Амера, на жертвенники оказывается, значит, часть хлеба из первых хлебов Шавуота, часть муки, и на жертвенники оказывается часть масла из оливкового Бекури. Значит, все остальное съедает Коэн, но тем не менее эта корзина ставится перед жертвенником, декларируется, что это приношение во исполнение заповеди Тора. А вот дальше начинается самое интересное. Значит, и ответишь. Ну, вообще говоря, в русском языке слово ответить, ответишь, ты ответишь, это может относиться только к какому-то вопросу, да? Вот меня спросили, я ответил, да? Но здесь это надо понимать так. И расскажешь, и объяснишь. Значит, объяснишь, что ты делаешь. Значит, заповедь Бекурим, в отличие от всех других заповедей, предваряется очень подробным разъяснением. И скажешь перед Ашема лугим твои. И дальше начинается длинная история еврейского народа. Арамис, скитающийся отец мой, и спустился в Египет, и проживал там в малочисленности, и стал там народом большим, мощным и многочисленным. Значит, что значит Арамис, скитающийся отец мой? Вообще говоря, наши отцы Авраам, Ицхаква, Яаков уж никак не были арамейцами. Ну, здесь мы вспоминаем о том, что наш праотец Яаков 20 лет провел в Падан-Араме в семье, так сказать, вот он скитался вне пределов Эрец-Исраэль, и по сути дела он был араме, он в Падан-Араме 20 лет правил. Дальше он спустился в Египет, Яаков, и проживал там в малочисленности, как мы помним из конца книги «Берешит» и начала книги «Шмот», все семейство Яакова, спустившееся в Египет, 70 душ. «И стал там народом большим, мощным и многочисленным». Значит, еще раз, собственно, первый раз мы это обсуждали, когда говорили о разделе «Шмот», книге «Шмот», рождение еврейского народа, колыбель еврейского народа – это страна Египет. Именно там из небольшого, по тем временам относительно небольшого семейства, мы стали народом большим, мощным и многочисленным. Когда мы вышли из Египта, нас было по разным оценкам около трех с половиной миллионов человек, то есть по сравнению с теми семью листью, которые вошли в Египте. Есть и второй перевод вот этого оборота «Арамейскитающийся», который звучит приблизительно так. «Арамеец преследовал отца моего». Арамеец хотел уничтожить отца моего. И только благодаря удачному бегству от Лавана Яакову удалось спастись. И это было очень опасно, потому что если был бы уничтожен Яаков и его семейство, и все имущество вернулось бы обратно в Лавану, тогда еврейский народ бы в этом варианте не состоялся. Итак, вот два варианта «Арамейскитающийся». «И зло делали нам египтяне, и мучили нас, и дали на нас работу трудную. И закричали мы к Ашем, Элогим, отцов наших». Значит, мы еще не очень умеем молиться, и поэтому мы не вознесли молитву, не написали какие-то псалмы, адресованные Всевышнему. Мы просто закричали, как кричит человек в ужасе и в опасности. И мы еще даже не очень хорошо понимаем, к кому мы кричим. То есть мы знаем, что у наших отцов был Элогим, и вот мы кричим к нему. Но Ашем услышал голос наш, то есть он принял наш крик, как молитву. Это вполне достаточно было закричать, и он принял наш крик, как молитву. И увидел мучения наши, и работу нашу, и угнетение наше. «И вывел нас Ашем из Египта, рукою сильную и мышцу простертую, и трепетом великим, и знаками, и чудесами». Значит, я обращаю ваше внимание, что сегодня мы заповедь Бекурим не приносим. Почему? Даже если мы живем в Эриц-Исраэль, то у нас сегодня нет храма, и, соответственно, некуда Бекурим приносить. Хотя, разумеется, те, кто живут в Израиле, не все, конечно, но кто-то имеет свои сады, виноградники, и теоретически могли бы приносить Бекурим. Но мы все каждый год ряд пасуков из этого описания заповедей Бекурим, мы их произносим, мы их объясняем, мы про них говорим. Где и когда? Во время пасхального седора. И зло делали нам египтяне, и закричали на Кашем, и вывел нас Ашем из Египта, рукой усиленную мышцу простертую. Все это те фразы, которые входят в пасхальную агоду, и ежегодно мы их вспоминаем. «И привел нас к месту этому, и дал нам страну эту, страну, текущую молоком и медом». Значит, ну, здесь надо только пояснить, если мы привыкли, что мед – это пчелы, а молоко – это продукт от коровы, то в Танахе это не так. Молоко – это молоко козье, которое гораздо жирнее коровьего, минимум 6% оно, а мед – это сок фиников или инжира. То есть это вот такой финиковый мед. И страна наша, текущая молоком и медом, жирностью и сладостью. А сейчас, вот принес я начаток плода земли, которую дал ты мне Ашем. Значит, я не просто принес плод, а принес плод со своего участка, унаследованного от своих отцов, унаследованного в конечном итоге от Всевышнего. И положишь его перед Ашем и Лугим твоим и распластаешься перед Ашем и Лугим твоим. Значит, я обращаю ваше внимание, что если в четвертом пасуке возьмет Коэн корзину из руки твоей и положит ее перед жертвенником, то вот здесь, в десятом пасуке, это уже я сам ставлю корзину перед Всевышним, перед Ашем и Лугим твоим, и распластаешься, и поклонишься, и распластаешься по земле, символизируя, что я принес эти плоды в исполнение заповеди Всевышнего. Значит, и дальше начинается праздничная трапеза, и в описании этой трапезы Тора еще раз напоминает нам все социальные принципы. «И радуйся всему добру, которое дал тебе Ашем и Лугим твой и дому твоему, ты и Леви, который живет на десятину, у которого нет своего участка, и Гер, который в среде твоей». То есть все недостаточно обеспеченные слои населения тоже должны с тобой и с твоим домом радоваться. Я обращаю ваше внимание на то, что вот это вот право положить бекурим перед Ашем и следующая за этим радость возникает только после повторения краткой истории еврейского народа, основных моментов нашей истории. Из этого вывод. Наша история, по сути, сама по себе является выделенной, сакральной, очень для нас важной, и мы ее должны знать хотя бы для того, чтобы исполнить заповедь. И я напоминаю, что вот в этой самой пасхальной Агаде на том, что мы говорим за столом, есть такая замечательная фраза «И расскажи сыну своему» всю эту историю. И есть в Торе еще одна фраза. «И если ты захочешь узнать, то поговори со своими отцами и дедами, и они тебе расскажут нашу историю». Это очень важный момент. И обратим внимание, что история нашего народа всегда наш предмет изучения. И в этом уникальность заповедь Бекури. Смотрите. Принесение плодов урожая в некий храм, церковная десятина, так сказать, или какой-то там церковный, монастырский налог, это было у всех народов мира. Значит, поскольку все народы мира в определенный период своего существования, ну или, скажем, большинство народов мира в определенный период своего существования жили за счет сельского хозяйства, но и, соответственно, надо было часть урожая отдать князю, государственный налог, часть урожая отдать в храм, церковный налог, но нигде это дело не сопровождается вот такой отсылкой к собственной истории. Скажем, странно было бы предположить, чтобы русский крестьянин, собрав урожай, привез там, значит, мешки или корзинки с продуктами своего урожая, сложил на Красной площади и начал бы декларировать. Значит, находились мы в рабстве монгола-татар, и вот там Дмитрий Донской освободил нас рукою сильную мышцу простертую и дал родителям, там прародителям нашим эту землю, и вот я собрал на ней урожай, и вот я принес этот урожай главному храму страны и прошу его принять, так сказать, вот. На самом деле никакой народ мира свою историю как священный предмет не учил. И во всех, например, христианских странах изучение в школе священной истории представляло собой изучение истории еврейского народа в соответствии с тем, что было написано в их христианской Библии, переписанной с нашей Торы. То есть вот это важная особенность заповедей Беку Рим в дополнение ко всем особенностям, о которых мы уже поговорили. Спасибо за внимание. И какие есть вопросы? Господа и дамы, время для вопросов. Ага, вот я вижу вопрос в чате. То есть, отметив лентами или подобным способом, выделяют плоды окончательно, и все их помечены и приносят, и уже не важно, что произошло с остальными немеченными плодами. Некое подобие выделенности-отделенности. Абсолютно верно. Я уже сказал, что даже если вот я там два граната обвязал ленточками, а остальные птички поели, это не важно, все равно я эти два граната в Беку Рим и приношу. Юрий, а если наоборот, если первые плоды не самые лучшие, потому что Авель принес лучшие плоды? Авель принес лучшие только не плоды, а овечек. Значит, Каин принес какие-то зернышки, Авель принес овечек. Ну да, да. Вот, смотрите, мудрецы считают, что первые плоды будут самые лучшие. Уж я не знаю, наверное, из наблюдений так получилось. Вот. Можно я возражу? Нужно. Мне кажется, что-то, может быть, они лучше, я не знаю, но тут есть общая идея такая, что начаток чего-то мы отдаем Всевышнему. Ну да, точно так же, как первая стрижка овцы, как отделение халы при замесе определенного количества теста. Халы там не начаток, нет. Ну, определенная часть. Первая стрижка, да. И вообще Иерихон, например, первые горы, которые захватили, как бы, ну и так далее. Там общая идея такая, что в том, что я самая первая долгожданная продукт какой-то, чего-то, который мне очень хочется. Я ждал, когда у меня вот эти гранаты созрели. Очень хочется взять себе наконец первое. зеленое яблочко. Преобразовать это в другое чувство, в желание именно первым результатом поделиться Всевышним, понимая, что это наше общее с ним и что он дал мне все это. Это как бы мать. Весьма возможно, что они лучшие, но я не уверена. Кстати, не уверена. Из моего опыта они не самые большие, не самые лучшие, потому что, по-моему, например, абрикосы первые созревают, те, которые ниже, мне кажется, и они не самые большие. Ну, так велено. Ну, да, тут просто более важная другая идея есть, хотя у Авеля там было и лучшие, и первые. Да. Он принес из первенцев и из жирных. То есть он сделал сбор по двум критериям. То же самое. Первенец вполне, может быть, не самым крупным, да. не самым крупным, не самым... Ну, так уж у него получилось. Он выбрал из первенцев и из них самый лучший. Да. Да. Вообще, мне кажется, немножко странно, если мы каждый раз все-таки перекладываем тему недельного раздела «Нашу сегодняшнюю жизнь», вот из моего минимального знакомства с присутствующими, по-моему, сельским хозяйством как бы никто не занимается. Не знаю, Нахама вроде за компьютером проводит большую часть жизни, правильно? Как это ты не знаешь? Нахама расчет виноград. У меня был замечательный сад, который... У меня был замечательный сад. Мы говорим сейчас про профессиональное занятие, хорошо, если взять... Профессиональное, у меня есть знакомое тоже, профессиональное. Окей, это Нахама, окей. Если мы возьмем вообще жителей государства Израиля сегодняшний день, я думаю, что те, кто реально занимаются как бы выращиванием, я уже не говорю про таиландцев, которые обрабатывают наши плантации там есть с китайцами, да? Ну, окей, возьмем там кибуцим, вообще, что-то такое, мушарит. Это, наверное, какие-то минимум 10 процентов. И то они все время жалуются, говорят, что государство гнобит, что они не могут, они закрываются, вываливают фрукты, плоды, овощи на шоссе и так дальше. Теперь вопрос. Человек работает в Айтыке, Большая часть Израиля работает с так же. Натан, что с тобой? Что со мной? Мы производим сельская продукция, что вся Россия завалена израильской картошкой и в Америке израильские пакетоны. Сейчас, секунду, сейчас, секунду, я только, сейчас, секунду, я только, только два, да, но, как бы, понятно, что сейчас мы не будем разговаривать эту тему, но, как во многих западных странах, в том числе в Израиле, вся аграрная, как бы, отрасль находится под очень-оченью. Окей, теперь вопрос. А что, вот, да, мы все молимся, завтрашний день, тут я поворачиваюсь вот в сторону храмовой горы. Вау! Храм стоит, пожалуйста, приносите тебе курень. А что будут остальные 95% населения? Будут чипы, которые они изготовлены, интернер, компьютеры. А что будут нести вообще туда? А мы будем плясать вместе с теми, кто принес свои плоды. Почему нет? Подожди, говорят, возьми тену, принеси корзинку. Это не выжима. Страны давно, наши страны давно не аграрны. Ну, наши страны давно не аграрны. Какой тогда смысл в этом бикуре? Натан, а можно... Пожалуйста, конечно. Я, в общем-то, хотел спросить на ту же тему. Да. А, собственно говоря, почему нельзя это делать? То есть, вопрос такой. А если нам захочется в наше время, вот, допустим, человеку, ну вот, что-то посвятить Богу очень важное, я не знаю, что это может быть, первая зарплата Нового года, первая работа, сделанная в Новом году, вот, то как, в какой форме это может быть сделано? Если реально посвятить, ты не можешь сегодня, потому что с этим делать нечего. Потому что, нет, в свое время, в свое время, когда храм существовал, человек мог посвятить все, что угодно, весь свой дом, все свое имущество, нет, но сегодня, подождите, сегодня мы можем. Секунду, дайте договорить, ребят. Извини. Я объясню, почему не можем. Эти все предметы переходили, нельзя принести в жертву, там может быть некошерные животные или какие-то предметы, украшения и прочее. Но это все переходит в собственность, то, что называется бедекабаль, то есть финансовая организация храма. Она этим распоряжалась, продавала, сдавала, и деньги шли на храм, на жертвы. Ну, уж нет нового вопроса, ну, блин, ну, что такое? Нет, секунду, поэтому, поскольку храма нет, ты сегодня не можешь это сделать. Если ты сделаешь, значит, это, это святость, которая должна пропасть, потому что с ней нечего делать. Нехама, а почему? Не обязательно сжигать, разве я не могу просто сказать, вот это посвящается Богу, если можно написать книжку, она посвящается... Нельзя. Дело в том, что эта фраза сама по себе, она чревата. Что-то вы можете, конечно, посвятить, надо думать, как такие слова говорить, чтобы это не означало, что вы посвящаете это определенным образом, формальным, так, как это делалось во время, когда она существовала. Я не большой голосист. Надо спросить Уралу, какие... Но это все-таки другой вопрос. Я сейчас, Юра, я знаю, что у тебя есть ответ, я бы хотел заострить, заострить, да, то, что я сказал. Вот. И мне кажется, да, у меня нет ответа на мой собственный вопрос, но мне кажется, что это возвращает нас к тому, что, на мой взгляд, самый главный вопрос современности, еврейской современности, это понимание, зачем нам нужен храм в наши дни. Вот этот вопрос. Ну, по-моему, ты ушел уже тоже очень далеко. Ну, почему ушел? Ну, я реально говорю, кто будет приносить бикурин? Нет у нас, у нас 5% населения занимается... Нет, я не понимаю, что мы едим. Мы едим воды, земли Израиля. Ну, ты будешь приносить то, что ты ешь, или то, что ты вырастила? Нет, нет, будет приносить те, которые выращивают. Это не менее важно, чем тогда. Кибуцы, кибуцы все, они все на 99% нерелигиозные вообще. Я никуда не пойду. Кстати, кстати, ты знаешь, что вначале приносили всохнут эти бикурин нерелигиозные кибуцы, да? Смотрите, есть праздники, я могу сам себе начать отвечать. Есть праздники замечательные в кибуце. С самого начала они пытались как-то по-своему преломить вот в действительности. У них действительно праздник шивот до сегодняшнего дня потрясный. У них там телеги разукрашенные, там коровы, там то, сё, пятое, десятое. Но это все-таки совершенно не имеет отношения к массах и бикурин. Так реально, действительно, хорошо. Ну, тогда возникает вопрос. Если мы говорим, что все население стало нерелигиозным, то вообще о чем вопрос? Нет, стало неаграрным прежде всего, неаграрным. Неаграрным. Слушай, неаграрным это означает, что сегодня у нас устроена сельская хозяйство таким образом, что оно механизировано и не требует вмешательства большого количества людей. Это же ничего не меняет по сути. Есть люди, которые выращивают плоды. От моего имени, для меня, я не живу на своем собственном сельском хозяйстве, хотя у меня тут есть... Ну, то есть, это будет мимолетное, это будет мимолетное явление, которое с трудом попадет в новости дня. Почему? Потому что придут 10 людей... Это будет мы и не знаем. Как это будет мы не знаем? Откуда ты знаешь? Каждый день будут приходить ученики Ешифа и плясать вместе с ними. И будут передаваться в новостях каждый раз, когда... Ученики Ешиф еще меньше имеют отношение к сельскому хозяйству. Оливай, чтобы они занимались сельским хозяйством. Ну, в той же самой степени, как те, кто выращивали эти... Так делалось, в принципе, в прежние времена, когда шла, приносили бекурин, к ним присоединялись люди из разных городов. И те, которые приносили свои плоды, и те, которые не приносили. И все... Это был такой общий хэппининг. Не обязательно все они должны быть со своими плодами. Я так думаю, что так оно и будет, когда весь Украин будет все хорошо. Что я могу к этому добавить? Что, отвечая на вопрос Григория, что сегодня, если я хочу, например, какую-то часть своих доходов, то, что я когда-то принес бы в храм, а сегодня я могу это пустить на гамилут хасидим, на добрые дела, на всякие благотворительные фонды, на дздаху, на функционирование синагог, или вот, я не знаю, когда заходишь в любую израильскую больницу, то там фойе всегда увешано табличками всех жертвователей, на чьи деньги были построены отдельные корпуса, там и оборудованы операционные и так далее, и так далее. То есть приложение своих средств есть вне зависимости от того, есть сегодня храм или нет сегодня храма. Это момент номер один. А теперь момент номер два. Мне почему-то кажется, что строительство храма должно быть сопряжено еще с очень серьезной работой наших современных мудрецов, которые должны дать соответственно ответы, а как и что нам делать сейчас, и как приносить бекурим, и как исполнять другие заповеди. Есть масса заповедей, которые сегодня выглядят как-то достаточно странно и не очень исполнимо. Окей. Ну, то же самое побивание камнями за прелюбодеяние сегодня выглядит как-то не вполне реализуемо. Так вот, для того, чтобы храм был не просто домом из дерева и камня, а чтобы он был храмом, мудрецы должны еще заняться тем, чем они не занимались 2000 лет, они должны объяснить нам, как пользоваться этим храмом, как через этот храм нам приближаться ко Всевышнему. То есть вот здесь будут проблемы еще не строительного уровня, а уровня чисто идеологического. Они должны нас научить этому. Мы разучились. Мы не знаем, как это делать сегодня и сейчас. Как это будем делать, я думаю. Ну, я в какой-то степени, в общем, получил некоторый ответ на свой вопрос с тем, что я возбудил некоторую дискуссию, которая мне кажется очень важной. Понятно, что как бы с точки зрения ритуальной, если так можно сказать, грубое слово, ритуальной, нам гораздо проще три раза в день молиться о внею шалаем, храме. Да, восстановление. А как бы в меньшей степени заниматься тем, чтобы вообще как бы реально понимать, а что делать-то вообще. У нас государство Израиль уже 70 лет, а у нас как бы вообще нет практически законов, которые имели бы отношение к тому, как вообще вести государство. То есть нерелигиозно все время пугают тем, что наше государство будет как Иран, называется Мгинат Аллахан, государство с живучим предвестным законом. Рафшерки говорит, что он не имеет отношения к действительности. Почему? Потому что мудрецы до сих пор не придумали никаких законов для еврейского государства. Ну хорошо, все. Это было... Этим занимаются, кстати. Я как раз была в Мгинаре, когда человек написал специальную книгу, которая, в общем, занимается этим. И, кстати, я, кажется, про это говорила, он там в частности приводит соображение, что есть такое понятие, это канот-сибур, то есть установление общества. И все сегодняшние современные законы можно включить в это. То есть фактически можно создать государство глухи, почти ничего не меняет законов. Ну это я так вступлю. Давайте я, ты сам слушай, я должна уходить. Давайте, хотя было очень интересно. Ну хорошо. Мы стараемся. Да? Окей. Я очень сожалею. Я никак не успела. Ну попробую. Нет проблем. То успею, то успею, а нет, я опаздываю, значит. Окей. Я сегодня, хотя это может быть не так, не такая завлекательная тема, есть много других завлекательных тем в недельном разделе, но я хотела обратиться к теме проклятий, которые есть в нашей недельной главе, что это очень неприятное, конечно, чтение, мы не будем их подробно изучать, но посмотрим на некоторые. Во-первых, я хотела сделать общий обзор, не вдаваясь в подробности. Это было бы интересно. Я приглашаю каждого из вас проверить то, что я говорю, но сейчас я только сделаю общий обзор в сравнении двух отрывков, которые говорят о проклятиях и благословениях. в контексте завета. Один из отрывков – это вот отрывок в нашем недельном разделе, а второй отрывок – это отрывок в недельном разделе в Хукатай. Там идет речь о Синайском завете. Есть очень много вопросов, зачем нужен Новый завет, и почему его заключают уже в этом месте, а не приходят в землю Израиля, как это было сказано. Но это все отдельные интересные вопросы, ими можно заняться. Тем не менее, важно сравнить тот завет, который заключается здесь с его, с тем, как он сформулирован на его проклятии в этом завете, и с тем, как это сказано в книге по экрану. Я только парочку базовых отличий замечу, во-первых, в нашем недельном разделе есть только проклятие, нету благословения. Благословения будут в следующем недельном разделе, они оторваны от проклятия. Такое создаётся впечатление, что только проклятие, а благословения вообще нет. А в экране идут одни за другим. Вот такие, такие, такие будут благословения. нет, нет, я неправильно сказала. Не благословение оторвано, а избавление от богословения. Благословение и проклятие идут параллельно. И в нашем недельном разделе и в экран. Но в экран сразу после проклятия есть избавление. После того, как всё плохое с нами случится, нас изгонят и рассеют и всё такое, после этого придёт избавление и нас назад соберут и всё будет хорошо. А вот в нашем недельном разделе этого нет. Как бы всё кончается на рассеянии. И только в следующем недельном разделе мы возвращаемся к этой теме и говорим, ну а потом всё-таки будет избавление, будет собирание, будет воскресенье. И это требует объяснения. Почему это так? Во-вторых, есть там различие о том, как вообще описывается это возвращение. Если в книге Вейкра возвращение описывается так, что народ испугался, решил всё соблюдать, стал всё соблюдать и его вернули, то дворин говорит другим языкам. Он говорит о том, что народ захочет близости к Богу и поэтому он вернётся. Это совершенно другой подход. и так далее, и так далее. Есть много, много различий и все они в общем-то на основе различных сравнений между двумя этими разделами, то есть Вейкра 26 главы и Варим в нашем разделе. Мы можем прийти к выводу, что это завет, не основанный на прошлом, не основанный на завете с прадцами, не основанный на синаиском завете. Он основан на согласии народа быть заветом с Богом. То есть если в Синае Медраж говорит, это не просто так он говорит, а он основывается при этом на том, как описан завет с Богом, что Бог принудил народ, что он над ними держал гору как миску, что он говорил, если вы не принимаете завет со мной, то тогда тут будет ваша смерть, я на вас опускаю. То есть там евреи как бы были под принуждением в некотором абсолютном однозначном смысле обязаны были принять, а здесь они это делают по выбору. Этот завет, который заключается перед входом в землю Израиля, предоставляет им выбор. И поэтому если евреи расторгают этот завет, то тогда он может быть расторган. То есть если Сенезийский завет это была католическая свадьба, и там действительно может быть, что они перестанут себя плохо вести, но нет другого варианта. Они потом раскаются, они потом станут хорошо себя вести и они вернутся. То завет Моава это описывает некоторые романтические отношения. И поэтому у них есть выбор. Они могут отвернуться, они могут изменить. И тогда завет расторгнут. И после того, как они изменят развод и девичьи фамилии, это еще вопрос. Вернутся они или нет. Захотят вернуться, вспомнят там о любви к Богу, придут. Замечательно. А нет их нет. И поэтому разнесены главы проклятия и главы возвращения. И вот после такого общего обзора того, что содержится в нашем недельном разделе в отношении проклятий, я немножко перейду к ним, и мы посмотрим сейчас. И, собственно, дойду до темы, которая была заявлена на возвращение в Египет. Сначала мы посмотрим благословение и проклятие, как они были. Я сейчас секундочку скажу. тут она. Я хотела, во-первых, обратим внимание, что благословение параллельное проклятиям. Сначала идут благословения, а потом проклятия. Ну вот, 28 глава, 3-4. Благословен ты в городе, благословен ты в поле, благословен ты плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скакатного, при плод быков твоих и при плод овец твоих, благословен на корзину твоя и квашня твоя, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Хорошо? Проклят ты в городе и проклят ты в поле, проклята корзина твоя и квашня твоя. Немножко другой порядок, Приплод быков твоих и приплод овец твоих, прокляк ты при входе твоем и прокляк ты при выходе твоем. Если благословение заканчивается тем, что если ты все будешь делать хорошо, ты останешься на этой земле, и она будет тебе давать урожай, то по завершению проклятий мы видим такую вещь, и рассея тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли. Это параллельно тому, что мы будем жить на своей земле, и я перескочу, потому что времени уже немного осталось, а в 68-м стихе сказано «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказала тебе, ты более не увидишь его, и будете продаваться там врагам вашим врагам и врагам, но не будет покупать». Я сейчас это остановлю и обсудим этот вот последний стих. И следует сказать о нем, что это отдельная единица. Она не описывает часть из рассеяния. Поскольку о самом рассеянии, о его тяготах, мы прочли в предыдущих стихах, я перескочила через тяготы, но там написано «И рассея тебя Господь», да, и как ему там тебе там будет плохо? Хорошо? Ты там вечером скажешь, чтобы скорее настало утро, утром, чтобы скорее настало вечер, и так далее, и так далее. Тебе будет очень плохо. А потом снова говорится о том, что он возвратит тебя в Египет. И то, что он возвратит тебя в Египет, этому нет параллели нигде больше. Когда далее мы читаем о избавлении, говорится о собирании рассеяния. Я бы думала, что если вот такое серьезное значение, в частности, уделяется Египту здесь, если это часть из рассеяния, почему не сказать там, что он собирается в Египте? Ну, представляется, что здесь Писание хочет нам сказать что-то дополнительное, что-то очень важное. И когда говорится о возвращении в Египте, нам понятно, что тут происходит что-то необычное. Одно дело там в России, одно дело в Китае, в Индии, и так далее. Но Египет – это совершенно особое дело. Египет – это место, где родился еврейский народ, и это проявление милости Всевышнему, который вывел меня из земли Египет. И есть Медраж в Сифре, который говорит о том, что в трех местах в Таре есть запрет возвращения в Египте. И, во-первых, это есть в книге «Шмот», где сказано «И сказал ваше народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он делает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите валить». По простому смыслу, это обещание, что вы их не увидите валить. Но поскольку нет времени подробно разбирать еврейский текст, поверьте мне, что это можно прочесть, и не как обещание, а как запрет увидеть их в вовеке. Посмотрите на них и больше не возвращайтесь. Но это так, кстати, немного натянут. В Твориме 17.16, когда говорит о царе, о запомниках царя, говорится только, чтобы он не заводил себе множество коней и не возвращал народ в Египет для умножения коней. Господь же сказал вам, не возвращайтесь более путем силы. Когда он это сказал? Больше нигде мы это не видели, кроме как в Шмот. Поэтому есть логика такая, натянуть вот этот посуд к книге Шмот и сказать, что там не только обещание Всевышнего не возвращать народ в Египет, но также и запрет возвращаться. Почему вот именно в Египет так все? Также и в нашем стихе, это третий стих, тут тоже как бы возвращу тебя на кораблях в Египет. Почему на кораблях? Во-первых, ты возвратишься на кораблях в Египет. Бог у тебя возвратит, или ты сам возвратишься. Но так или иначе здесь сходятся оба толкования. Бог сказал, что ты не увидишь это обещание, а ты увидишь, сколько он тебя туда назад возвратит. Или ты сам туда уедешь, и это нарушение его запрета. Но то, что здесь важно, и то, что мы можем из этого понять, что возвращение в Египет – это угроза отменить избранность народа Израиля. Возвращение в египетское рабство отменяет рабство перед служением Всевышнего. Когда Бог вывел нас из Египта, мы стали его народом. Когда мы возвращаемся в Египте, если мы возвращаемся в Египте, мы перестаем быть его народом. То есть оказывается, вот это обещание, которое нам как бы навечно данное, что никогда Бог не заменит наш народ никаким другим народом, оно тоже не абсолютное. То есть теоретически возможно, что он откажется от нашей избранности и вернет нас в Египет. Это такая страшная угроза, которой тоже нужно ее объяснить. Так, встать. Отметим еще, что в этом стихе сказано, во-первых, что он вернется на корабля. И это параллельно чему? Рассечение моря. Если в свое время для того, чтобы вернуться, Бог выйти из Египта, Бог рассек перед нами море, то здесь никакого рассекания моря не будет. А нас перевезут на кораблях, как перевозят рабов. То есть если тогда нас вывели из рабства, то тут мы попадаем снова в рабство. То есть обещание, которое Бог давал нам, в каком-то смысле не безусловно. Но как же может быть так, что Бог обещал, что он взял их в себе в народ и никогда завет не расторгнет, никогда не вернет нас в Египте? Представляется, что ответ на этот вопрос находится в последних словах этого стиха, когда ты будешь продаваться и никто не купит. Даже в таком случае, если ты вернешься, если даже евреи снова попадут в Египет, по простому смыслу это не так. По простому смыслу вы будете в таком ужасном положении, так мало будете стоить, что вас никто не купит. Но по более глубокому смыслу, пусть только Бог вас купил при выходе из Египта, то есть мы стали рабами Бога, мы стали служителями Бога. Реально никто другой уже нас купить не может, даже если мы захотим себя продать. И в этом интересное очень наблюдение, даже в этом глубоком, в самом глубоком Галуце, там, где евреи уже совершенно оторвались от Всевышнего и не думают о возвращении, и не думают о приближении к Богу, и не хотят ничего соблюдать. И полностью хотят себя продать в рабство, скажем, другой культуры. Их, тем не менее, никто не покупает. Как бы они этого ни хотели. Так как они пытались слиться в Испании с окружением, и в конечном итоге испанцы Португалии не купили. Так же, как они пытались в России стать русскими, их все равно там никто не купил. Они продолжали всегда быть евреями. И это то, что я хотела сказать. Это интересный отрывок, который говорит нам о том, с одной стороны, что над нами таки висит в каком-то виртуальном смысле угроза расторжения Завета. Что теоретически мы можем удрать назад в Египет, и Бог может нам способствовать уйти в этот Египет. Но с другой стороны, практически, он все равно нас никогда не оставит. Тут есть такое напряжение, которое говорит о том, что это… Ну, в общем, извините за звонок, но это как бы было уже конец моего выступления. Так что, если есть вопросы, пожалуйста. Господа и дамы, про Египет. Возвращение в Египет. Шарма-Шех, гостиница. Но не хама торопится, лучше напишем. Нет-нет-нет, я могу еще пять минут. Если наболела про Египет, то имеет смысл спросить. Нет, я всегда думала, читая историю, думала, что когда разрушили храм, наверное, многие так и подумали, что все. Разботы, девичьи фамилии, поэтому… Нет, вообще эта тема, конечно, очень интересная. Да, но, как бы, с точки зрения книги «Дворим», она очень сильно отличается от точки зрения «Вейкра». «Вейкра» – это абсолютное служение, абсолютное подчинение, более божественный взгляд на то, что происходит. Соблюдаешь законы, все хорошо, не соблюдаешь, мы тебя рассеиваем, вернешься, мы тебя вернем. Все предусмотрено, все предсказано даже в этом смысле. А в книге «Дворим» все гораздо сложнее и ближе к жизни. Если ты уходишь, у тебя есть выбор, ты можешь уйти. И потом у тебя есть выбор, ты можешь вернуться. Но ничего не стопроцентно так. И даже каким-то намеком вот таким висит над нами полное раздражение союза, возвращение в Египет, возвращение в рабство. В том смысле, в котором сегодня можно понимать рабство. Хотя последняя фраза говорит, ну, теоретически возможно, а практически никто возникнет. Поэтому приходится к нам вернуться к северству. Но также и лично с каждым человеком, никто же сто процентов не может гарантировать. В отношении выполняешь ты что-то или нет, и как бы будет ли тебе что-то за это или не будет, это же… Это да. Это да. Так, меня слышно, я бы какой-то маленький анусим не сделал. Потому что я в дальнейшем дома, и хоть не знаю, как у меня будет связь. Но не столько уже они хотели продаться, собственно. Мне кажется, что их насиловали, они ввели анусим в всех местах, где они не находились. Это было неподобным прибором. И в Испании, и в России, где бы они ни были, они всегда хотели сохранить свою автономность, но их пытались там и заставляли. И те, кто хотел там учиться, в университетах, или где-то им приходилось, как бы вот принадлежать веру. Эмиль, ну по-разному, вы же понимаете. Конечно, были те, которые в Испании… В основном они все были анусим. Те, кто принимали, они как бы были насильно, так сказать. Они пытались соблюдать… Варианты в Испании их никто не держал, они могли уехать. Не-не-не, они могли уехать, но куда они могли уехать, в общем вопрос. Ну куда, вот, например, ну вы знаете, куда они уезжали? Ну сейчас мы не будем в эту историю вдаваться. Ну это Кагали, они живут… Но я не говорю про всех, но и в России полно таких евреев, которые хотели… Ну смотрите, да. Были более русскими, ну что вы не знаете, были более русские, чем сами русские, которые там… Это то, что они приспосабливались, то другое дело. Это значит, что они хотели отказаться от евреев. По-разному. По-разному кто-то не хотел. И они… Они вынуждены были отказываться от этого. Ну те, которые делали русскую революцию, какая им нужна была еврейство, они не приспосабливались. Да, это то, что они как бы… Они даже в русской революции, они все оставались евреями, например, национально. Кто-то, да, кто-то нет. Никак не может… А я так думаю, что это не так просто все, в общем-то. Они не… Нет, они совершенно не просто. …способа продаться и приспособиться. Не было такого, в принципе, по большому счету. То есть они всегда… Иначе мы сейчас бы все с ней жили и не вернулись. Именно. Ну потому что разные люди же были всегда, во все времена. Ну, мы говорим о отдельных людях, мы говорим сейчас о в целом народе. В целом народ не стремился, он стремился соблюдать. И были и шивоты, и учили Тору. Ну, хорошо. Ну, хорошо. А что касается Египта, я думаю… Ну, примем вашу защиту народа. Хорошо. Да. Символ Египта заключается в… То есть если Всевышний создал народ, выведя его из Египта, и Египт, это означает просто потеря вообще как бы и народности, и вообще всего. То есть полный отказ как бы от связи со Всевышним, отказа ему служить. Ну, конечно. С новарабами и кого-то другого. Это не обязательно должен быть именно Египет. Египет – это символ. Ну, в данном случае, да, конечно. Он тоже работает как символ, да. Я очень прошу прощения, я уже теперь встречаюсь, ладно? Спасибо вам, спасибо им. До свидания. Окей. Ну, хорошо, давайте тогда… Я не знаю, на самом деле у нас осталось буквально совсем немного времени. Знаете, что я, с вашего позволения, поскольку было как бы заявлено… Знаете, что я буквально вот два слова хотел сказать. То, что я прочитал в книге Равоширки, вот сейчас покажу. Эта книга называется «Боадмуэт». Книга, которая посвящена таким различным аспектам, очень непростым еврейского календаря праздников. И вот про Ходыш и Луль, то, что я написал вам буквально, зачитаю очень небольшую такую вводную вещь. Меня она довольно сильно потрясла. Ну и как бы представляю вам как бы для обсуждения по поводу… Есть раздел, который называется «Ходыш и Луль», а именно «Месяц и Луль». Вы знаете, да, что у нас сейчас Ходыш и Луль. Вот уже очень скоро начинается очень серьезный период, который называется «Хабетишей», а именно как бы «Осенние праздники» по-русски переводятся. А Ходыш и Луль как бы их предваряет, правильно? И весь Ходыш и Луль практически это проходит под символом «шува». «Шува», слово, которое очень трудно перевести по-русски. Традиционно говорят «раскаяние», хотя это, в общем, совсем не то. И, наверное, ближе все-таки такой подсрочный перевод, который называется «возвращение» от слова «лашув». «Флашув» – это «возвращаться». Ну, как бы для общей характеристики известно, что наши братья из Рахим, как бы из общин восточных, они начинают читать с Великвот с начала месяца Луль. «Шкиназим» начинают читать недели, которые предшествуют самому празднику. Ну и, в общем, как бы есть некоторые, кстати, а вера – вот общая атмосфера приближающих праздников. С одной стороны, как бы ощущение праздника в воздухе, но, с другой стороны, такой вот очень специфический праздник, который связан не только как бы с Новым годом, то, что по-русски говорится, еврейский Новый год, да, а он как бы связан не столько даже, не только с обновлением, сколько с процессом как бы возвращения, раскаяния, обдумывания своих поступков и так дальше. Окей, такая преамбула была. А вот небольшой кусок, который я хочу сказать. Очень интересный раздел у Рава Шеркия. Было время хотя бы как бы перевести его на русский и как бы обсудить, но, не знаю, я просто небольшой кусочек оттуда. Он называется «Ла маута тшува». Маут – это смысл сущности, слово «маут». И вот первый параграф в этом разделе называется «Гдула тшува», а именно великий смысл, который заложен в этом понятии тшува, или даже не столько даже в понятии, сколько вот в этом процессе возвращения. Окей? А дальше как бы есть цитаты из «Талмуда». И практически дословно я вам перевожу, потому что в этом как бы весь смысл, который я хотел передать. Амар сказал Рейш Латишу. «Велика тшува, гдула тшува». А дальше вот в чем он видит параметр как бы величия тшувы, и он говорит «Шездонот на сот локэшгага». Вот, к сожалению, Нехама нас как бы временно оставила, правильно? Поэтому она не может мне сейчас помочь, но, может быть, потом я на свой страх и риск переведу, как я понимаю. Хотя это тексты «Талмуда», он сложный, и, в общем, наверняка я не понимаю его 100%. Как бы правильно? Ну, а сам еще надеюсь, что близко к тексту. Итак, в чем виничия тшувы «Шездонот». «Сдонот», как я понимаю, это те вещи, от слова «задон». «Задон» – это умышленно. То, что человек совершил при грешении, преступлении, «задонот» умышленно, они ему засчитываются как «жгага». А «жгага» – это то, что человек совершил по ошибке. Ну, и понятно, что по простому смыслу есть как бы разница с точки зрения божественного суда оценки действий человека, когда, соответственно, он делал это без «задон», то есть сделал это с определенным намерением, да, а с другой стороны сделал это без «жгага», а с другой стороны сделал это по ошибке. Понятно, что есть две большие разницы, да. Так вот, Решлактиш говорит, что есть велика тшува. Почему? Потому что после тшувы с донот засчитывается человеку как «жгага». Получается вот такая интересная вещь, а дальше она развивается еще более крупно, еще больше виток, что как бы процесс тшувы, он как бы то, что называется бодиават, по-русски в том называется «апасля», задним числом он пересчитывает или, ну да, можно сказать, пересчитывает, пересматривает те преступления, которые сделал человек, да, и пересматривает их по другой шкале. Почему? Потому что человек сделал это шуву. Почему? Откуда это, откуда, на чем основывается Решлактиш? Почему? Потому что сказано Это из книги пророка Оше, это, по-моему, по-русски так называется, да? Очень сильная фраза, очень сильно известная фраза Шува, Исраэль. По-видимому, наверное, отсюда слово тшува. Шува – это возвращайся. Лашув – это возвращаться. Дальше стоит, у нас сейчас нет времени это обсуждать, тоже достаточно непонятная фраза написана, ада шем элок эйха. По-простому, когда человек возвращается, употребляют слово эль, либо лэ, например, они, шав, либо абайт, либо лабайт. Это направление возвращаться куда, правильно? А слово ад – это до. Поэтому прямой перевод, он не очень понятен. Возвращайся из Израиль до Господа твоего. В каком-то смысле ад – это в смысле до этого. В каком-то смысле не переходя что-то. Тоже не очень понятно. Важно-важно, что слово шув, шува, дальше связано ки, кашальта, бэбанха. Вот слово кашальта, просматривается. Кашальта – это слово кишалон. Кишалон – это означает, что ты совершил проступок, проступился, что ты проиграл. Кишалон – это проигрыш, это поражение. Почему? Потому что ты в своих грехах потерпел поражение. И это дает основание Рейфа Лакишева сказать, что, видимо, здесь разговор идет бэш-гага. И тогда получается, вот то, что было постулировано, что когда человек делает после процесса шувы, ему с донот засчитываются как жгага. Очень интересная штука. Но посмотрим, что говорится дальше. Да, потому что вот этот микшхоль, Машмуто пишется микшоль. Микшоль – это вообще кишалон, этот проигрыш, он однокоренной словом кишалон. Это слиха – микшоль. Микшоль – это преграда. В каком-то смысле вот эти твои преступления, прегрешения, они для тебя микшоль. Они для тебя те преграды, из-за которых ты оступаешься, из-за которых ты как бы ну проигрываешь, грубо говоря, да. Но что говорит дальше? Продолжение рейш-лакиша, он говорит. Ваамар рейш-лакиш. Гдо лад шува. То есть опять, да, это часто в Талмуде такой вот рефрен идет, изиметричный, да. Гдо лад шува. Опять. Велика тшува, что с до нот на сэ лос хуёд. Вот это уже совсем непонятно. О том, что с до нот, а именно то, что человек делает без адон, или еще называется бэмэзит. То есть сделает это с первоначально, кто-то, есть люди, связанные с, как бы, с юриспруденцией, они вспомнят, сейчас вылетел из головы, это же тоже преступление, да, когда человек это сделал, как бы, а умышленно. Вот, да, вот умышленное преступление, да, с умыслом, вот преступление, которое делано с умыслом, мало того, что они здесь ему говорят, до этого говорили, что они ему после тшувы засчитываются кэш-гага неумышленно, они здесь, ну, это уже фантастика, она засчитывается ему кэс-хуёд. То есть они засчитываются ему, как вообще, ну, схуёд, это как его слава, его честь, они засчитываются ему, как выполнение лица. Как такое может быть? Это вообще, это, ну, как бы, не укладывается в голове, это просто, да, почему приводится еще один посуд, который говорится, у бэшу фрашами риш-ато, и по возвращению злодец во злодейство, вааса мишпад, вааса мишпад уцдака, алаэм у ихьер, ему будет сделано мишпад уцдака, и так он будет жить. Из этого выводят, что это может засчитывается вообще, как схуёд, да, а дальше риш-лакиш, вот он сам отвечает на поставленные вопросы, и его ответ является многостраничным рассуждением Рава Шеки, когда он приводит многих мудрецов, включая Рава Курка, а каков ответ он говорит? Локаши. Нет проблем это понять. Почему? Потому что речь идет про разные виды швы. Кан-миава, Кан-миир-а. Здесь от любви, это там, где злод превращаются в схуёд, а Кан-миир-а, от трепета, от страха, а это, тогда эти злод превращаются в жгага. Ну вот это как бы на одной ноге то, что я хотел вам рассказать. Там дальше идет очень интересное рассуждение, каким образом это получается. Я вам могу для того, чтобы не оставлять в подвешенном воздухе, как бы сказать, совсем резюме в конце, который приводит Рав Шеки, который тоже выглядит очень-очень-очень сложно для понимания. В самом деле, так я это понял, надеюсь, что это правильно. О том, что в каком-то смысле, когда человек делает вот эту шву-миава из-за любви к Всевышнему, а не из-за страха и из-за наказания, то в каком-то смысле Всевышний отсчитывает назад, возвращает события до того, как они были произведены, берет их на себя, да, и тогда это превращается, он превращает их в митцву. И, насколько я понимаю, там как бы логика заключается в чем? Это в каком-то смысле похоже на то, что говорил Нехама. Там была такая тема о том, что все в руках Всевышнего. И, с одной стороны, вот эта вечная как бы еврейская коллизия, да, с одной стороны, человек полностью ответственен сам за свои как бы пригрешения, и за это его наказывают, либо он получает награду, а с другой стороны, в каком-то смысле, в каком-то смысле, все, что происходит, оно предначерчено заранее. И вот здесь это как-то как бы происходит показательно, что если человек делает шву ми-ава, то тогда, тогда это возвращается назад, и Всевышний как бы приоткрывает и говорит, что то, что ты считал, что ты делаешь прегрешение, на самом деле, на самом деле, это так было задумано изначально. И правильно было, что это так совершилось. В каком-то смысле ты помог мне, помог мне в продвижении нет. Поэтому тебе это зачитывается как митсва. Но это вот такая очень сложная тема. Если бы у нас было время, мы бы как бы постарались рассмотреть дальше с разных сторон. Но вот это такая преамбула, она мне показалась дико интересной, неожиданной и, в общем, как бы захватывающей. Это то, что я хотел с вами поделиться. Окей? Господа и дамы. Да, окей, интересно. Да, по-моему, тоже очень интересно. Да, вот Филат пишет второе слово. У нас были сдонот. Сдонот – это от слова задон. Задон еще есть бемезит. Это злоумеенно. Найдите правильный термин современной диспруденции. Правильно? Были сдонот. Дальше было жгага. Жгага – это ошибка. Бешогек. То есть есть бемезит и есть бешогек. Это вот то, что разбирается в Талмуде. Бемезит – это как бы со злым умыслом. Человек заранее сказал, вот я сделаю так и так, такое плохое дело. Он его делает. Это бемезит. А бешгага как бы не думал и вот так получилось. Да? Не преднамеренно. Ну, как бы современная как бы юриспруденция, по-видимому, существует. Вот. Третье – это было митцвод. Был с хуёд. Да? А именно как бы вознаграждение и вот так дальше. Окей? Ну, хорошо. Тогда… Да? Да. Раф никак не комментирует. А вот нет ли соблазна у неподготовленного человека немножечко расслабиться и начать плодить всякие правонарушения? Ну, и так это будет заслугой. Смотри, я тебе скажу такую штуку. Я думаю, что тут есть зазор. Я думаю, что когда Раф Шеркин вот обращается, он обращается к некоторой как бы аудитории людей, правильно, и которые находятся в теме. Поэтому, ну, как бы, ну, такой простой… Натан, извини, можно перебью? Мне кажется, эта тема не только Раф Шеркин раньше рассматривается, есть такое у хасидов даже какое-то движение. Мне кажется, Мейер об этом говорил, типа, чем больше я сейчас вот тут нагрешу, да, потом сделают шиву и больше мне награды. То есть, ну, эта тема рассматривается. Я думаю, что это немножко в другую сторону, правильно, потому что, ну, как бы, хасид, там бывает как бы такая амбивалентность, непонятная, какой-то… Я к тому, что это, ну, есть такое рассматривается, обсуждается, и там есть свои, конечно, ограничения. Да, но это опять, возвращаясь к тому, что как бы спрашивал Тимофей, так грубо говоря, как бы вот я на своем элементарном уровне, это рассмотрение не на элементарном уровне, это не на уровне, как бы, мелкого мошенника, правильника, который говорит, ну, послушай, приходит, я приводил пример, ломается машина, приходишь в гараж и говоришь ремонтнику, послушай, ну, что ж ты, я хотя бы 10 раз приезжаю, и машина с ним ломается, он говорит, ну, ты же понимаешь, что это все вышло. Ну, понятно, что на таком уровне никто это принимать не будет, это не те рассуждения. На глубоком философском уровне, да, вот это вот, да, это вот что. Вообще, как бы, сами понятия дела нет шувы, из любви, либо из страха, ну, это вообще, как бы, вообще не очень понятно для простого человека. Простой человек, по-видимому, максимум, что он может сделать, вот так я себе представляю, просто сказать, что вот я делал плохое дело, больше делать его не буду. Когда ему снова представляется возможность сделать плохое дело, он его не делает, ну, тогда ему засчитывается, вот что он сделал настоящую шуву. А из чего он ее сделал, да, ва, или от наказания, все это как бы сложно. Но то, что вообще, вот есть такой петах, то есть, есть вот такое направление, которое как бы вот так вот можно думать, ну, это дает какие-то, вообще говоря, ну, не знаю, энергию для дальнейших размышлений. Мне так же это интересно. Окей? Ну, хорошо, дамы и господа, на этом заканчиваем, правильно? Да. Натан, спасибо. Да, да, дорогой, отлично. Было бы время, было бы очень хорошо. Вот еще раз покажу. А почему его всегда нет? Ну, послушаем, хотите, можно в какой-то день, смотри, его, ну, дай-ка я сейчас выключу, может быть, запись, сейчас, поскольку, как бы, кончилась эта тематика. Субтитры сделал DimaTorzok,